Доброе утро, друзья! Я просто в постели нахожусь и чуть-чуть перепутал время дня. Спасибо большое, что уже ставите плюсики, значит меня отлично слышно. Видите ли вы, слайды тоже будут означать ваши плюсики. Привет-привет! Да, мое утро сегодня началось в 5.50, как и всегда в последнее время, несмотря на травму, несмотря на диванный и постельный режим работы, все равно в 5.50 подъем и, как мы договорились со многими партнерами, час рекрутинга. Этот час мы уделяем чисто рекрутингу и потом хвалимся результатами, что успели сделать. Так, поздравляю, Лена, с регистрацией. Молодец! После семинара добавляй во все чаты, знакомь и будем вводить человека в курс дела. Итак, сегодня семинар я проведу для вас, и Наташа тоже молодец, супер! Сегодня проведу для вас семинар, состоящий из двух блоков. Первый блок будет посвящен нововведению компании Reflame в части SMS-верификации, и второй блок, так сказать, изюминки работы в Инстаграме. Все уже знаете, как работать в Инстаграме, но я расскажу, как я пользуюсь. Может быть, кто-то уже так использует Инстаграм, для кого-то, может, это будет информация новая. Итак, начинаем с SMS-верификации. Да, я не представился, меня зовут Булавцев Михаил, один из лидеров спикеров данного интернет-проекта. Сегодня проведу для вас семинар. Так, первая часть. Да, внимательно слушайте, записывайте, сразу же задаете вопросы. Лучше вопросы по окончании семинара, чтобы я в процессе семинара объясню вам, по окончании первого блока про SMS-верификацию. Все объясню, если вопросы остались, вы их будете задавать. Очень важно разобраться именно в данной теме. Итак, компания Reflame нас давно уже обрадовала. Для кого-то это было новостью шокирующей, для кого-то ожидаемой. Давно уже объявила о том, что у нас будет введена верификация по паспорту, по скану паспорта. И в ближайшее время будет введена верификация сотового телефона, SMS-верификация. И вот по паспорту верификация у нас уже с 27 марта действует. И с 1 июня, то есть со вчерашнего дня, у нас вступила в силу новая SMS-верификация при регистрации нового консультанта. Давайте разберемся, что же это такое и какие действия наши будут при данной SMS-верификации. Итак, как обычно, мы регистрируем человека. Или же новичок у нас сам регистрируется, заходя на сайте компании Reflame Business, возможности и онлайн-регистрацию. Или же мы его сами вручную регистрируем, неважно. То есть первый шаг – это открытие регистрационной формы. Мы ее заполняем, все как обычно, внимательно заполняем. Огромная просьба – внимательно заполнять регистрационную форму. Все паспортные данные, все личные данные, фио, адрес, место жительства, особенно на текущий момент номера телефонов, сотовых телефонов и электронные адреса. То есть на данный уже электронный адрес или номер телефона вам придет дополнительный код в качестве подтверждения регистрации. Если вы ведете неправильно, то придется звонить на горячку и изменять уже там. Или же заходить в настройки личного кабинета. Дабы миновать данную участь и упростить себе и вашему новичку жизнь и старт в нашем проекте, внимательно заполняйте все поля. Итак, заполнили основную часть регистрационного поля и в конце вас ждет новое поле. Новое поле, как вы видите, активирует номер консультанта через вот это вот поле. И в данном поле вы видите, можете выбрать «Активировать через SMS» или «Через email». Итак, если вы выбираете «Активацию через SMS», то на ваш номер телефона, который вы указали, точнее на номер телефона новичка, который указали в регистрационной форме, придет «СМС». Ваш код активации в «Эрифлейм» такой-то, четырехзначный код будет прислан. Данный код вы вводите в специальном открывшемся окне «Активация». Если вы регистрируете новичка, если новичок у вас лично регистрируется, сам вводит данный код в поле, важно помнить, что время жизни «Активационный SMS» 72 часа, то есть трое суток. По окончании данного времени у нас срок действия «СМС-ки» заканчивается и «СМС недействительный». То есть нам необходимо будет запросить еще одну «СМС-ку» с кодом «Активация». Если вы выбираете «Активировать по электронной почте», то здесь процедура аналогичная с активацией личного кабинета, как мы всегда и делали. То есть на электронку приходит сообщение новичку, в котором просят перейти по данной ссылке для активации электронной почты. То есть все то же самое, как и раньше делали. Время жизни активационного письма, в отличие от «СМС-ки» 3 дня, активационное письмо живет 7 дней. То есть по окончании 7 дней, если, например, новичок у нас захотел на 8, 9, 10 день активировать свой личный кабинет посредством электронки, то ему необходимо аналогично запросить новый код, новое письмо, по которому он уже перейдет, посылки в письме перейдет и активирует свой личный кабинет. Следующий шаг, как раз после успешной верификации, после успешной активации на электронку нашему новичку придет приветственное письмо, сообщение, в котором уже будут указаны его личные данные, то есть пароль и номер консультанта, его персональный номер консультанта компании «Арифлейм». Вы, как спонсор, можете также лично активировать личный кабинет, то есть лично пройти верификацию посредством только «СМС-верификации». Как в данном случае мы можем поступить? То есть вы, как спонсор, переходите в своем личном кабинете во вкладку «Мой бизнес», «Управление структурой», «Отчеты по структуре» и выбираете «Активация новых консультантов». Выбираете консультанта, личный кабинет которого вам необходимо активировать, но прежде с этим консультантом необходимо связаться, чтобы он вам сообщил номер, код активации, который пришел ему по «СМС». То есть он вам диктует или же присылает где-нибудь в соцсетях, или же он рядом с вами находится, вы вбиваете данную «СМС-ку» и активируете его со своего личного кабинета. Для чего все это сделано? Опять же, дабы миновать задвоенные какие-либо повторные регистрации, перерегистрации, в момент регистрации нового консультанта компания, то есть система, будет сравнивать, еще осуществлять поиск на повторные регистрации, на возможные перерегистрации, еще и отслеживая электронки и сотовые телефоны. То есть если раньше можно было зарегистрировать человека и указав свой номер телефона, допустим новичок забыл указать номер телефона, вы решили поставить свой, а потом ему в дальнейшем сообщить, что измени в личном кабинете номер телефона на свой, так как ты забыл и вдруг он там уехал и не может вам сообщить свой номер телефона. То есть инициативу здесь уже мы не проявляем, так как подобные попытки все будут пресечены, то есть человек не будет зарегистрирован. То есть компания следит за предотвращением возможных перерегистраций, что и следовало ожидать. Поэтому кто работал правильно, честно, без перерегистрации, без уговоров перетягивания людей из других структур, для тех данное нововведение практически никак не коснется, не отразится. То есть в штатном режиме также и работаем. Итак, давайте теперь посмотрим схематично на то, как же у нас будет осуществляться теперь ход нашей работы, ход действия при регистрации новичка, нового партнера. Итак, мы зарегистрировали с вами человека и теперь перед нами стоит, точнее перед ним стоит выбор, как он будет проходить верификацию своего личного кабинета посредством СМС или электронки. В случае, неважно в каком случае, СМС или электронка, если данный человек у нас проходит верификацию, то есть по СМС он вводит активационный код, если по электронке, то переходит по ссылке, которая ему в письме пришла, то данный человек активирует свой личный кабинет, имеет возможность совершать заказы на неограниченное количество времени, то есть как полагается на 4 месяца первый активационный заказ и в дальнейшем уже на 2 года срок дается после первого активационного заказа. И аналогично с верификацией по сканам паспорта, в течение первых 21 дня с момента регистрации он имеет возможность спонсировать. То есть если он в течение 21 дня не прислал скан паспорта, то на 22 день ему возможность спонсирования будет заблокирована. Поэтому с верификацией по сканам паспорта все осталось так же, как и было. В течение 21 дня идет такой стартовый период, он может сам совершать заказы, может спонсировать, но если не прислал скан паспорта, на 22 день у него данная возможность обрубается, блокируется. И включится возможность спонсирования только после того, как пришлет скан паспорта. Если наш новичок по каким-либо причинам не проходит верификацию ни посредством смс, ни электронки, то через 30 дней с момента его регистрации такого человека компания-система терминирует. То есть он будет удален из системы и перестанет являться консультантом компании Reflame. То есть если раньше у нас неактивных людей удаляли через 4 каталога, то теперь неактивных людей, которые даже верификацию не прошли, компания удалит через 30 дней. И очень важный момент, те консультанты, которые не прошли верификацию, совершать заказы не могут. Все понятно в данном случае. Заказы совершаем только после того, как прошли верификацию. Ну и следующий пункт, который я уже как раз рассказал, уже исходит из левой стороны, когда у нас активный партнер загрузил скан паспорта наш новичок. Спонсирует дальше, после 22 дней, 21 дня и дальше. Не загрузил скан паспорта, ставится ему блок на спонсирование. Первая часть нашего семинара про смс-верификацию подошла к концу. Напишите, пожалуйста, какие вопросы у вас возникли. Все ли было понятно. В принципе, я считаю, что по той информации, которую я до вас донес, по той информации, которая у нас изложена в личном кабинете компании Reflame, все понятно. Да, да, все верно. Терминируют через 30 дней, если не пройдут смс или имейл верификацию. Лен только что сказал, да, раньше, если он верификацию через смс и имейл пройдет, но заказ активационный не совершит, то он будет терминирован через 4 каталога. А если он и смс, и имейл верификацию не пройдет, то он будет уже через 30 дней терминирован. Все понятно, да? Вопросы, какие еще возникли по данной теме? Потому что очень важно сейчас разобраться, потому что уже сейчас вы столкнетесь с этим. Особенно вот кто сегодня регистрировал, вы уже зарегистрировали своих новичков Лена и Наташа? Говорили о регистрациях в начале семинара. Что вы ставили в конце у нас? Нет еще. Так, Лена, ты? Да, скан также остался. Первая страница паспорта, ну не первая, а где фотография и кем выдан. Там уже получается фактически, не помню какие там номера страниц. Ну, страница, разворот с фотографией. Так, имейл поставила. Хорошо. Теперь новичку необходимо будет Лена сказать, чтобы важно, насколько важно, чтобы она перешла по тому письму, которое ей придет, по той ссылке в письме, которая ей придет по электронке. Ага, активировала. Молодец. Нет, прописка не нужна. Нам важно, компании важно, серию номер паспорта, FIO, то есть паспортные данные. Прописка, вы можете сегодня в одном месте жить, завтра в другом. Так, с этой темой разобрались. Молодцы. Если вопросы будут возникать какие-то, то в скайп-чате всем еще расскажу. Ну, или же посмотрите записи данного семинара. Итак, вторая часть нашего семинара – работа с Инстаграм. Вы уже знаете, как работать с Инстаграм, какие действия там совершать. Многие из вас уже работают в Инстаграме. Хочу теперь с вами поделиться такими фишками, изюминками, которые использую я. Все знают, что Инстаграм можно пользоваться с телефона, со смартфона. Или же установить на компьютер программу, эмулятор системы Android BlueStacks. Но, например, как на моем ноутбуке, в BlueStacks данная программа ставится, но очень ужасно тормозит. То есть работать практически невозможно. Поэтому возможность работать уже с компьютера в Инстаграме отпадает. Как же быть теперь? Ведь с телефона тоже не особо удобно работать в Инстаграме. Можно, конечно, но, как показывает практика, с компьютера все получается в разы быстрее. Во много раз, если сравнивать смартфоны, телефоны, компьютер. Все абсолютно в компьютере делается быстрее. Так, Лен, не отвлекаемся. Итак, мы сейчас покажу, что я делаю сначала в телефоне. В телефоне я открываю свой аккаунт в Инстаграме. И снизу справа, все вы уже знаете, кто работал в Инстаграме, нажимаем на кнопку аккаунта, у вас открывается ваша главная страничка. И обратите внимание, пожалуйста, на с левой стороны, слева вверху у нас будет имя вашего аккаунта, ваш логин. И если нажать на данный логин, на имя вашего аккаунта, у нас появляется контекстное меню такое всплывающее. У меня уже дополнительные аккаунты имеются и есть строчка «Добавить аккаунт». То есть мы можем, не выходя из своего аккаунта в Инстаграме с телефона, добавить еще кучу аккаунтов в Инстаграм. То есть одновременно у вас будут 2, 5, 10, 15 аккаунтов в Инстаграме. Нажимаем «Добавить аккаунт». Регистрируйтесь в Инстаграме посредством телефона. Я заранее уже специально составил список фотографий, обозвал их по порядку, как их буду добавлять. Добавил описание к каждой фотографии, добавил хэштеги к каждой фотографии и скинул данную информацию на телефон. То есть добавляем фотографии мы только через телефон. Вы создали новый аккаунт и фотографии добавляете уже в новый телефон. Чтобы каждый раз не искать данные фотографии, где-нибудь рыться на компьютере, не искать, какую именно фотографию выложить, чтобы не набивать новые описания с хэштегами, вы просто-напросто копируете с файлика с вашего телефона. Данный файлик можно разместить, в зависимости от вашего телефона, как дополнительно вордовский блокнот документ. Можете скинуть самому себе в Фейсбуке, в любой соцсети сообщение и оттуда каждый раз брать. Или же в Вайбере скинуть сообщение самому себе или какому-нибудь другому человеку. Допустим, я скидываю Лили периодически, пишу это для меня, для себя. То есть она уже понимает, что ей эта информация не нужна, что эта информация касается только меня, хотя сообщение ей было отправлено. И фотографии также сохранили в отдельную папочку на телефоне и оттуда уже будете их брать. Итак, я загрузил фотографии с описанием, с хэштегами в новый аккаунт. Теперь я открываю Инстаграм просто в обычном браузере. Я всегда пользуюсь Хромом, поэтому открываю Инстаграм в Хроме. Просто вбивая в поисковике Инстаграм или сразу же в адресной строке вбивая инстаграм.ком, у меня открывается такое вот окно, где Инстаграм нам предлагает зарегистрироваться, войти через Фейсбук или же если у вас имеется аккаунт, то просто войти. Здесь вот будет незаметно так написано. Есть аккаунт, войти. Крию нарисовал, стираю. Вот вход снизу. Нажимаете вход и вводите те личные данные, логин и пароль, которые вы только что, буквально 5 минут назад, ввели с телефона при регистрации нового аккаунта. Вводите и заходите в свой уже личный кабинет. По поводу гипса, это приезжало семейство Салимовых, кто субактивный, все видели у меня в постах во всех соцсетях. Да, резида, это уже у нас, мы работаем в Инстаграме, в этом, в Хроме через компьютер. Сейчас я буду рассказывать уже о дальнейших действиях только с компьютера, без установки BlueStack и тому подобных эмуляторов Android. Итак, мы зашли, видим свои загруженные фотографии, которые мы загрузили с телефона. По функционалу. Функционал при работе с браузера, с ноутбука будет тот же самый. Единственная разница будет заключаться в том, что мы не можем с браузера, с ноутбука загружать новые фотографии. То есть фотографии вы сможете загружать только со смартфона. Как загружать, вы уже видели. Просто выбираем аккаунт, на который мы хотим загрузить фотографию и загружаем фотографию. Два действия. Выбрали аккаунт, загрузили фотографию. Все. Рекомендую, когда у вас уже появится много аккаунтов, вы на основной свой аккаунт какую-либо фотографию будете загружать, у вас уже будет набито описание и хэштеги. То есть вы это описание с хэштегами копируете при сохранении, опубликовании фотографии, публикации фотографии в своем основном аккаунте Инстаграма. И быстренько открываете другие свои аккаунты и добавляете эту же самую фотографию с уже скопированным, имеющимся описанием с хэштегами. Для того, чтобы уже обновить информацию, чтобы данная фотка пробежалась у всех в лентах, у всех подписчиков, на которых вы там подписаны. И лишний повод заняться личным брендированием. Так, да, в Директ заходить не получится. То есть сообщения с компьютера, да, прочитать нельзя будет. Маш, правильно напомнил, забыл про этот момент. Сообщения вы можете прочитать только уже в телефоне. Ну, опять же, на телефон вам будут все приходить оповещения о тех или иных действиях с вашими аккаунтами. Независимо от того, какой у вас аккаунт будет включен, все оповещения там у вас будут видны. Ну, и когда будете между аккаунтами переключаться, у вас снизу на кнопочках там будет всплывать подсказка, которая будет обозначать столько лайков, столько комментариев, столько сообщений в Директ. Итак, что мы делаем дальше? Сверху, где у нас имеется графа поиск, вот здесь вот поиск у нас имеется, мы вбиваем любой хэштег, по которому мы хотим осуществлять поиск. Допустим, я вот в качестве примера выбрал хэштег «Счастливые моменты». И по данному хэштегу мне появились 50 с лишним тысяч публикаций, то есть люди вбивали к своим фотографиям хэштег «Счастливые моменты», и я их, соответственно, нашел. Какие хэштеги вбивать, вы уже сами решаете, кто чем увлекается. Например, я как активный донор еще каждый день ищу людей по хэштегам «Донор», «Я донор», «Донор Зерж», «Поиск доноров» и тому подобное. То есть и по ним еще пробегаюсь тоже как дополнительный общий интерес донорства, я по ним с ними тоже контактирую с этими людьми. Что они видят, что я тоже донор, точнее, у вас Михаил тоже донор, и еще там у него какая-то дополнительная информация о работе в интернете. То есть ищем еще людей, если вы, допустим, мама в декрете, пробегаемся по мамочкам в декрете. Если вы учитель, то на школьную тему тоже что-нибудь. То есть общие интересы находим с людьми. Юль, да, все верно. Бывают телефоны такие, что Инстаграм на них не устанавливается. Буквально с Григорьевой Натальей, у нас в Саратове наш менеджер имеется с командой Салимовой Ани в офисе. Тоже она спрашивала, почему не устанавливается. Все проверил. Вроде телефон более-менее такой новый. Samsung тоже с Android, сенсорные все дела, а Инстаграм не ставится. Может быть проблема решится с обновлением самой системы Android. Тогда проблема решится. Только нужно практическим путем искать выход из данной ситуации. Итак, выбираем теперь фотографии. И очень удобно у нас между фотографиями, между публикациями перемещаться с помощью клавиш стрелок, которые у нас имеются на клавиатуре. То есть вперед-назад у нас будут листаться фотографии. То есть вы лишний раз действия мышью уже совершать не будете, нажимая, перебегая мышью, чтобы нажать вот эту вот стрелочку, которая у нас сбоку. Вы уже просто листаете фотографии вперед-назад. Что мы можем сделать возле каждой фотографии? Как и через телефон, мы имеем возможность подписаться на человека, мы имеем возможность поставить лайк данному человеку, и мы имеем возможность комментировать данную фотографию. То есть все те самые интересные действия, которые и требуются для рекрутинга в Инстаграме. Подписались на человека, поставили лайк, написали комментарий, то есть предложение о работе, и все, нажали стрелочку вправо, перебеснулись уже на следующую фотографию. Аналогично уже совершайте другое действие на следующей фотографии. Кто знал о такой возможности, напишите, пожалуйста, кто уже ею пользуется в своей деятельности. Кто вот так вот совмещает работу с телефоном и компьютером в Инстаграме в одном и том же аккаунте, без установки эмуляторов в Bluestack и тому подобное. Да, Bluestack еще я устанавливал, он условно бесплатный, то есть если вы хотите отказаться от любой рекламы, которая там у вас всплывает, он попросит вас 2 доллара в месяц заплатить. Если вы не хотите данные 2 доллара оплачивать, то вам придется установить два каких-либо приложения, которые вам предложит сама система Bluestack. То есть, опять же, установка данных приложений повлияет на производительность вашего компьютера. Если у кого компьютеры хорошие, работайте с использованием Bluestack. У меня ноутбук не позволяет, поэтому я вот такой метод использую. Да, вот, Галь, удаляй все и работай так. Автографии новые для обновления ленты, для пополнения новой информации добавляем просто с телефона. Так, остальные партнеры что у нас скажут? У нас комната 13 человек, не считая меня. Два человека откликнулись. Да, так еще проще делать. Так, вопросы какие у кого возникли вопросы? Может быть, у кого созрел вопрос по SMS верификации, до кого, может, не сразу дошло в мозгу, все варианты прокрутились и только сейчас всплыл. Может быть, по Instagram сейчас возникли вопросы какие? Задавайте. Итак, напоминаю, разница между Instagram в телефоне и Instagram в обычном браузере. Это отсутствие возможности загрузить фотографию в браузере и отсутствие отвечать на и писать личные сообщения, то есть директ. Два таких вот, на первый взгляд, незначительных и если вы работаете в паре с телефоном, то вообще незначительных разница. Лена, при наличии телефона все 12 страничек можно туда добавить в телефон, быстро между ними переключаться. Можно также, как я показывал ранее в Google в Хроме, в самом Хроме, добавить новые, как они называются, новые аккаунты новых пользователей. И в каждом пользователе у тебя будет уже сохранен заранее Instagram с логином и паролем от того или иного аккаунта. То есть ты, открывая своего нового пользователя в Хроме, попадаешь автоматически в один из аккаунтов. То есть как раз экономишь время на входе, на поиске паролей и тому подобное. Да, лимиты все аналогичные. Для новых аккаунтов это 500 подписок в день. Для уже аккаунтов, которые чуть постарее, не помню точно, на сколько в днях. Но до этих лимитов все равно лучше не допускать, не доводить, чтобы вас не заблокировали. Для таких уже, для действующих аккаунтов, лимит 1000 подписок. Лен, что у тебя не поддерживает? Я тебе в личку скину то видео, про которое я сейчас говорил, чтобы новых пользователей, как создать. И с тобой лично тогда пообщаемся, почему они тебя не поддерживают. Раз, так. Итак, друзья, какие вопросы еще у вас возникли? Ну и, конечно же, очень важно, когда у вас огромное количество аккаунтов и все они на одном вашем компьютере, на одном вашем телефоне, не допускайте даже приближения к тем лимитам, которые у нас действуют для Инстаграма. Ведь у вас айпишник один и тот же. И, как бывало ранее, у нас администраторы, админы этих одноклассников удаляли абсолютно все аккаунты, независимо от того, работали вы с них или не работали. Но айпишник у них был один и тот же. То есть, допустим, у нас, у Лили в один день 8 аккаунтов одноклассников удалилось. То есть, было время какое-то, когда они просто зверствовали и независимо, работали ли вы с этого аккаунта или не работали, все аккаунты, которые у данного человека были, удалялись. Аналогично и здесь имеется вероятность того, что все аккаунты, которые у вас есть, система может удалить, если вы будете даже приближаться к лимитам, не то что нарушать. Поэтому лучше сделать больше аккаунтов, но чуть меньше действий с них совершить, чтобы быть уверенным, что данный аккаунт ничего не нарушил и его не заблокирует. Лайки это аналогично. 500 для новых, 1000 для уже раскрученных, для имеющихся существующих аккаунтов. То есть, по лимитам все то же самое. Итак, друзья, вопросов больше никаких не поступает. Большое спасибо за то, что пришли на данный семинар. Надеюсь, он для вас был очень полезен. Давайте использовать данные фишки при рекрутинге. СМС и имейл верификации пользоваться при регистрации новых консультантов и сразу им об этом объяснять. И, как мы всех учим, учили, будем учить, мы ведем бизнес открыто, честно, минуя все возможные даже мысли о переподписке. О подписке родственников, мужей, супруг и тому подобное. То есть, если человек уже является консультантом, все, до свидания. Или пишите заявление на терминацию, терминируйтесь через полтора года. Или же ждите два года, с момента, как терминируетесь. Ну и третий вариант. Трясите своего спонсора, имеющегося, работайте с ними. Других вариантов нет. Никаких там можно мужа зарегистрировать, он под другой фамилией, на другом адресе прописан и тому подобное. Не рискуйте. Все в конечном итоге может свестись уже и на каких-либо штрафных санкциях относительно вас как спонсор. Всем успешного дня, отличного рекрутинга. Все вопросы в скайп-чате. Жду, если будут такие появляться. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok